Полностью разрушен был гараж, погребняк, летняя кухня, пострадал козлятник, где козы у нас находились, но козы остались живы. Выбило окна, снесло крышу, выбило двери и стенки. Стенки в доме пострадали сильно, их надо укреплять, отошли, потрескались в возрасте. То ему плохо с сердцем, то мне плохо с сердцем. Конечно, травма психическая была, на нас повлияла. И мы как раз в то время, когда вот это все тут крутилось, нам пришлось ездить по врачам. Хотя мы держимся и надеемся на лучшее, на победу. Расскажите, что вам удалось вот за эти два месяца сделать? За два месяца нам, благодаря волонтерам и выделенным средствам областью и городом, вот спасибо им, благодаря фирмам и волонтерам, нам восстановили гараж, восстановили погребняк, восстановили летнюю кухню и перекрыли крышу и укрепили козлятник, перекрыли нашу крышу, перекрыли крышу и вставили окна. Вот это окна, оказаться люди в беде. Потом Красный Крест помогал нам финансово очень. И молодежь города, прекрасная молодежь. Оксана Васильева, ее друзья, подруги, сразу мобилизовались. Родственники наши тоже, которые тут остались. Спасибо им. Лариса Дуднева, это свекровь моей внучки. Вот, с мужем помогали нам очень хорошо. Дочкины подруги, Карина. Ну, вообще, вообще, я в восторге от молодежи, в восторге вообще. Мы благодарны всему городу, что нам так помогли. И финансово, и физически, и психически. И психолог приходил. И хочется, конечно, отметить шахтеров. Мы вот составили и список, которые бесплатно работали в течение месяца. Ну, список я вам передам. Назовите. Виталий Тараненко, Виталий Леоненко, Павло Брославец, Сергей Кличко и Григорий Рукавицын. Пятеро шахтеров на пенсии. Они организовали бригаду, помогали и воинам. Строили окопы бесплатно совершенно. Вот, и сами пришли, спросили, чем помочь. И вот бесплатно, вот они буквально два дня назад закончили свою работу, и мы им очень благодарны. И не взяв с нас ни копейки. Каждый присылал копеечку, кто сколько мог на нашей карточке. Поэтому мы вот можем выкручиваться, и можем делать ремонты, и поправлять здоровье. Ребята шахтеры, с той шахты, где я работал, в Павлоградской. Ага. Проходчики, Грозы. Названные фамилии уже есть там у вас. Да. Эти ребята прошли, значит, когда враг уже подошел сюда, из Донецка, они там окопы, ну, брендажи делали. Ага. Потом в Днепропетровске, когда подошли они в Днепропетровске, тоже там блиндажи делали, все бесплатно, все как спасали нашу Украину. Так. Потом, когда это кончилось, тут начало у нас, и вот когда узнали, что у нас взорвалось, они мне позвонили, приехали и начали помогать. Все это. Никаких, это, пообедаем и все. И говорят, что еще, что еще. Ну, надо побыстрее, бо начнутся огороды. Да, помочь. Ну, каждого дача там, то, то, да, да. Ага. Я очень благодарен ребятам. Очень, очень. И всему городу благодарны. Благодарны всем. Всем. Дай Бог им здоровья и нам, это, перемогу, перемогу, перемога.